Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Да, друзья, именно Болодя, Болодя, не Володя, именно Б-Л-О-Дя. Ну а что, я виноват, что у работницы паспортного стола были проблемы со слухом? Не виноват. Итак, сегодня я вам расскажу о новом убийце флагманов от компании Poco, невероятной камере, которая, представляете, снимает 156 триллионов кадров в секунду, а также еще и раскрою секрет Galaxy A55. А вот кто будет смотреть это видео внимательно, узнает еще и как компания Apple загнала себя в полную, да, заднюю, именно туда. И поставила под угрозу существование нового айфона. Короче, давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это удивительно, ну как вы можете быть не подписаны, я уверен, что это будет не подписано. Ну, если не подписаны, подпишитесь. Лайк, пока. Я уже даже ничего говорить, просто помолчу. Ну, потому что я устал вам говорить постоянно. У нас с Русиком есть свой телеграм-канал же, и мы ежедневно не ленимся и выкладываем самую свежую и интересную информацию из мира гаджетов и электроники. Бегом же подписаны, что вы делаете. Скоро места закончится. Ссылка в описании под видео. Итак, начнем. Так вот, перед тем, как выпустить убийцу флагманов, компания Poco решила для начала сделать Poco C61, который должен был захватить пустующий сегмент ультрабюджет. Причем у него есть парочка фишек, которые, знаете, могут так серьезно подпортить продажи другим производителям. Ну, знаете, как минимум, C61 выглядит он, как мой оператор Русик, если его выкупать и одеть в чистое. Очень даже неплохо. А к тому же, друзья, смартфон еще же получил дисплей с закаленным стеклом, а именно Corning Gorilla Glass 3. Не, ну, орехи, конечно, ты им колоть не будешь, но, знаете, и об воздух такой дисплей тоже не поцарапается. Но вот все же сам дисплей, он тут стандартный, ведь Poco поставили LCD панель с HD+, разрешением, и частоту обновления в 90 геств, что не совсем стандартный. Но зато вот диагональ, вы знаете, здесь большая, в 6,71 дюйм. Так что можно будет удобно что фильм посмотреть, что поиграть тоже будет удобно. А, кстати, этот смартфон же должен еще и популярный играть, потому что поставили-то сюда Helio G36. Причем, хочу отметить, что есть даже версия на 6 гигабайт оперативки, так что даже какой-нибудь Call of Duty получится запустить, а чего нет. А, еще бонусом, в C61 подвезли поддержку карт памяти до 1 терабайта, что я считаю очень даже кстати. Ведь своей памяти у него либо 64, либо максимум 128 гигабайт. А что еще очень важно, то что Poco додумались, наконец-то, и поставили в этот смартфон Android 14. Ну, то есть свежий Android. В общем, скажу так, характеристики в этом смартфоне не самые плохие. А особенно учитывая то, что максимальная версия этого смартфона стоит всего 100 долларов. Кстати, компания Realme тоже решила не сидеть на попе ровно. Да, и тоже готовит такой серьезный ультрабюджетник. Мало того, думаю, что многим он понравится даже больше. А все почему? А все потому, что Realme не стала экономить вот на всем прям подряд. И смартфон получил, я считаю, годные характеристики. Вот, например, в качестве процессора сюда поставили Dimensity 6100+, который, конечно, может быть с неба звезды не хватает, но, знаете, в то же время и дно тоже не пробивает. И даже нормально справляется с тяжелыми играми. Так что в повседневной работе он себя покажет точно хорошо. И вот помимо этого смартфон еще получил нормальный LCD-дисплей с Full HD Plus разрешением. И частоту обновления, кстати, в 120 Гц. А также еще и основную камеру в 50 Мп. Да, так что в целом наборчик хороший. Ну и тут как бы точно больше, чем просто пачка базовых функций, как в любом ультрабюджетнике. Причем стоит вот это вот все около 145 долларов. Потому что если вы искали себе годный бюджетник, то, знаете, немножко советую вам подождать. А все потому, что смартфон вот уже вот-вот выпустят в Индии. Ну а там, конечно же, не за горами и европейский релиз. Ну и если вы целыми днями думали, а стоит ли мне брать новенький Galaxy A55, который вот недавно появился от компании Samsung, то вот вам еще один аргумент в пользу этого смартфона. В общем, насмотревшись на внешний вид Galaxy A55, блогер под именем PBK Reviews решил посмотреть, а что ж там внутри. Не, понятно, что это не просто ради эстетического удовольствия. Нет, это ради того, чтобы понять, ну как бы сказать, раскрыть все секреты Galaxy A55. И заодно проверить, насколько сложно его будет ремонтировать. И вот как оказалось, что для разборки A55 достаточно просто прогреть крышку феном и открутить буквально парочку винтиков, чтобы снять пластиковые заглушки. Все. Ведь после вскрытия оказалось, что Samsung действительно постарался над охлаждением своего нового чипа. Ведь новенький Exynos 1480 с графикой AMD получил довольно большую испарительную камеру, а также еще и дополнительную графитовую термопрокладку. Руслан, ты запомни, вот пока ты смеешься со словом термопрокладка, я тебе обещаю, девушку ты себе не найдешь. Ну и также мастер еще и похвалил Samsung за неплохой дизайн размещения компонентов, благодаря которому есть легкий доступ к большинству запчастей. Причем, что стоит отметить, что даже для замены дисплея вам не придется здесь разбирать это устройство полностью. Так что по итогу вот этого вот препарирования Galaxy A55 получил оценку ремонтопригодности 8,5 из 10. А это о чем говорит? Правильно. Потому что если он и сломается, то ремонт его будет стоить вам недорого. Ну и пока Poco только готовится к анонсу убийцы флагманов Poco F6, журналисты, которые, как говорится, без мыла во все инсайды лезут, покопались в коде HyperUS и нашли главные подробности об этом смартфоне. И вот, значит, во-первых, подтвердилось то, что Poco F6 будет работать на новеньком Snapdragon 8s Gen 3, который появился пока только где? Только в Xiaomi Civi 4 Pro. И, кстати, хочу отметить, что там этот чип набрал полтора миллиона баллов и почти, кстати, догнал Snapdragon 8 Gen 2, который стоит в Xiaomi 13. Так что, знаете, Poco F6 должен получиться довольно-таки мощным смартфоном. Во-вторых, благодаря коду стало еще известно, что в качестве основной камеры сюда поставят Sony IMX 882, но это который на 50 мегапикселей. И на самом деле могу сказать, что этот выбор тоже неплохой, ведь этот модуль себя довольно-таки достойно показал в том же самом Realme 12 Pro. Не, понятно, конечно, что многое зависит от алгоритмов, но, знаете, учитывая, что в Poco F6 будет стоять мощный процессор, уверен, что итоговый результат вас тоже не разочарует. Возможно, это вообще будет первый за долгое время смартфон от компании Poco, который можно будет похвалить не только за производительность. О, и, кстати, же камера. Значит, на днях ученые создали самую быструю, друзья, камеру в мире, которая умеет снимать, ну, просто невероятно плавные видео, понимаете? Назвали эту чудомыльницу Scarf, и вот главная ее особенность – это съемка с частотой 156,3 триллиона кадров в секунду. Да, друзья, это не опечатка, именно триллионов. Если вы меня спросите, зачем они это все сделали, я вам отвечу – во имя науки. Ведь, по словам ученых, такая камера позволяет им снимать микропроцессы, которые появляются и исчезают настолько быстро, что их не улавливают даже специальные сенсоры. В то же время эта камера уже смогла заснять процесс поглощения в полупроводнике, а также еще и размагничивание металлического сплава. А кто знает, возможно, именно эта камера и сможет заснять вот этот вот феноменальный момент того, как мой оператор Русик умудряется, ну, просто, ну, просто с катастрофической скоростью, скоростью гепарда, быстрее, чем гепарда, воровать кофе из офиса. Как тебе это удается? Я вам говорю, гепард отдыхает по сравнению с ним. Но, правда, могу отметить, что такая камера, конечно, вряд ли появится у смартфона, потому что работает она, ну, можно сказать, по такому нестандартному принципу. Ну, например, в смартфонах линза пропускает свет на сенсор, тот анализирует его и выводит нам картинку. Здесь же используются короткие лазерные импульсы разных цветов, ну, как в радуге. Они по очереди проходят сквозь объект с невероятной скоростью, собирая информацию о его состоянии. Ну, а далее это все отправляется уже в компьютер, который с помощью алгоритмов уже и формирует нам с вами изображение. В общем, круто, но для нас с вами, друзья, это бесполезно. Чего не скажешь о следующей грядущей презентации компании Apple, на которой нас с вами, друзья, ждет много сюрпризов. Но сначала полезный совет. Если так произошло, что ваш ребенок натрез отказывается, если ты бесполезную, по его мнению, кашу, то не стоит нервничать, не стоит, конечно, а тем более одевать ему эту кашу на голову, это же никак не поможет. Все, что нужно сделать, это просто включить ему мои обзоры. Все. Что значит зачем? Пока малыш будет думать, почему он раньше не видел этот мультик про лысого фиксика, то есть про меня, вы ему не то, что кашу скорбите, то вы ему даже незаметно памперс успеете переодеть. А, ладно, благодарю. Подписывайся. Итак, продолжим. Так вот, компания Apple готовится провести свою очередную конференцию WWDC, на которой обычно показывают новую iOS, там, какие-то разные гаджеты. Но все же в этом году нас с вами поджидает несколько сюрпризов. Ну, например, в последнее время компания Apple уж очень много ресурсов тратит на разработки в области искусственного интеллекта. И, кстати, хочу отметить, что даже бегало договариваться к OpenEye и к Google. И вот, значит, по словам Bloomberg, Apple даже может открыть вот эту вот экосистему для разработчиков, чтобы те, следовательно, могли создавать функции на основе уже искусственного интеллекта. Ну, и также компания Apple представит много всего интересного для владельцев айфонов, там, айпадов, маков, что-то еще, watch'и. Так что, если у вас из этого что-то есть, то вам вот точно не стоит пропускать WWDC24, которая пройдет с 10 по 14 июня. И я могу сказать, что компании Apple стоит все-таки постараться и представить что-то действительно крутое. Ведь у компании сейчас идет настоящая черная полоса, которая, мало того, еще и ставит под угрозу существование будущих айфонов. И вот началось все с того, что компания Apple начала резко терять свои позиции на самом большом и самом прибыльном рынке в мире, а именно Китае. Ну, вот, например, в январе из-за плохого спроса на смартфоны компания отправила в Китай только 5,5 миллионов айфонов, что аж на 39% меньше, чем в прошлом году. В феврале так они и вовсе отправили 2,4 миллиона смартфонов. Ну, короче, дела действительно идут довольно-таки плохо. И, кстати, аналитики даже нашли причину. И, значит, как оказалось, на плохие продажи айфонов повлияла Huawei, представляете, которую многие уже списали вообще со счетом. Но все же на деле компания себя чувствует, себя как никогда круто. И даже смогла забрать большую долю рынка у компании Apple. Причем настолько большую, что официальные ритейлеры начали продавать айфоны с большущими скидками. И вот, чтобы вы понимали, такого не было еще со времен. Такого вообще никогда не было. И вот тут можно подумать, что этого достаточно для того, чтобы Тим Кук не мог спать ночами, кусал свои застрахованные локти. Но, как оказалось, судьба подкинула Apple новые вызовы. В общем, недавно Европейский Союз подписал закон, который обязал компанию Apple пустить на свою платформу сторонние магазины приложений. Ну и, собственно, купертиновцам ничего не оставалось, как следовать этому закону. Но, как обычно, в какой-то момент они решили, что они умнее всех. Ведь, по словам Еврокомиссии, компания Apple создала правила, которые только формально исполняют законы. И там нашлось много разных хитростей, разных юридических уловок. Причем таких, что могут буквально вот обанкротить небольшие компании, которые захотят свалить с App Store. Да, так что европейцы организовали расследование. И вот если они смогут доказать, что компания Apple играет нечестно, то купертиновцы ждет феноменальный штраф, друзья. Размером он с моего оператора Русика Печа. Ну вот, например, за первое нарушение вот этого регламента компания должна заплатить штраф в размере 10% от общего мирового оборота. А учитывая, что в 2023 году компания получила 383 миллиарда долларов, то это получается, что купертиновцам придется выложить 38 миллиардов долларов. И вот это вот, я уже думаю, что сильно ударит Тима Кука по карману. Заставит его пошевелиться, найти себе работу на лето, чтобы свести концы с концами. А вот что вы обо всем этом думаете, не ленитесь, обязательно напишите в комментариях. Нам с Русика будет интересно почитать. А также еще, конечно же, посмотрите вот такие вот видео, потому что они не только полезные, но еще и веселые и интересные. Ну и главное, что все самое интересное. Где? Правильно. В коробке.